всем добрый день пришла ко мне посылочка я уже успел распаковать и посмотреть посылочка долгожданная ну как дал ее принципе недолго она была отправлена 10 февраля с китая 18 между позвонили с емс что можно ее получать ну отправки правда ждал три недели момента заказа из посылки восемь с половиной килограмм посмотрим шланг для охлаждения шпинделя шланг неплохой но он сильно дубовый 8 на 5 миллиметров и здесь его должно быть 5 метров шла в любом случае буду менять заломы с этим шланг не страшны но он сильно жесткий так как все будет лежать все равно в кабель канале поэтому что он можно поставить мягче заломов с кабель каналом не так ножки для помпы и штутер доставлять раскручивается в комплект сюда вставляется шланг кстати на резьбе штуцера уже имеется нанесенный герметик до косячок такой вот неприятненький что коробочка помпа указано что у него максимальный столб который она дает на высоту три с половиной метра и производителя с максимально 300 тысячи литров в час почему-то нету не инструкции к помпе и нигде не указано вообще какие-либо характеристики и график зависимости высоты столба от производительности это я еще посмотрю мощность помпы 80 ватт три с половиной метра 300 тысяч литров в час так единственное что разъем немножечко не соответствует разъем не проблема разъем поменяю кронштейн кронштейн тяжелый толщина неплохая комплект имеется три винта под внутренний шестигранник качество литья конечно есть борти где-то порядка миллиметра с одной и другой стороны здесь вот поверхность тоже не сильно хорошая подошла ровная принципе этому вопросов с ним возникнуть не должно шпиндель держит только два крайних этот вот это этот винт он закручивается до упора он упирается часть здесь он разжимает кронштейн то сюда можно вставить шпиндель то есть его выкручиваем он сжимается обратно и потом уже затягивается крайними линками с этим понятно частотник частотник стандартный вот такой вот у меня частотник снизу имеется наклеечка с подключением передняя панель она снимается там провода порядка десяти сантиметров того чтобы можно было этот пульт вынести отдельно от частотника самое интересное да кстати частотник у имеется инструкция в принципе стандартная инструкция с описанием всем всех функций и продавец отдельно уложил листик в котором у него расписано все параметры настройки этого шпинделя какие они должны быть установлены продавец меня уверил что частотник уже настроена под и . и вот шпиндель у меня полтора киловатта с размерами 65 на 200 220 вольт 8 ампер 400 герц он у меня под цангу ER11 здесь два подшипника здесь два подшипника подключение рубашки охлаждения разъем ответная часть имеется одна цанга здесь стоит еще одна лежит коробки подключить его в случае нужно его нужно проверить а потом уже только подтвердить получение почему именно выбрал такой шпиндель например 2,2 киловатта под цангу ER20 в принципе все банально просто мой китайский который использую для гравировки 2418 есть 13 цанг они с размерами от 1 до 7 миллиметров с шагом полмиллиметра вот здесь можно взять любую открыть цанги запакованы в пакетик запаяны здесь имеется масло ну цанги я скажу довольно таки хорошего качества опять же к своему 2418 там на нем стоит одна гайка я покупал к нему еще две вот они две гаечки и вот вот эти две гайки они имеют ввиду эксцентрик здесь есть такая юбочка у нее отверстие смещено к одному краю при выкручивании гайки вместе с цангой она ее чуть-чуть колеблит по сторонам и она отлипает того конуса в который вставляется сама цанга и не приходится отдельно выковыривать цангу в принципе это удобно именно потому что у меня уже есть один шпиндель с гайками r11 именно поэтому я купил шпиндель с такими же гайками потому что опять же у меня имеется набор царь который я до этого брал у меня еще имеется дополнительно одна тройка это наоборот это тройка это четверка плюс еще в коробке лежат отдельно я уже сделал приготовление взял противопоем три провода снизу у нас идут и здесь здесь у нас идут силовые контакты они нам и нужны заглушку я портить не хочу поэтому сниму чтобы она нам не мешала сначала нужно подключить 220 220 я подключу сейчас нужно подключить три провода и будем уже проверять настройки шпиндель это обычный синхронный двигатель прошу прощения за столь неудобный ракурс для съемки я еще не обзавелся нормальным штативом для камеры и еще руки не нашли сделать нормально частотник у нас включился настроена сейчас соединю от сети частотник подключу шпиндель и будем пробовать подключать отключать и пробуем запускать и 10 и 2 но у нас опускается на ложе можно остановить на 72 и очень можно остановить рукой 80 можно на 120 я еще могу его отключить остановить руками настройка параметров это отдельная тема я коснусь в отдельном видео потому что это долго объяснять и и и и Продолжение следует...